Добрый день! Меня зовут Айгеримка Изулаевна. Я учитель химии. Тема сегодняшнего нашего урока вилки. Сегодня вы узнаете, что такое пептиды, полипептиды, первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белков. Вы научитесь определять структуры и функции белков. Белки – это сложные природные биополимеры, молекулы которых состоят из остатков разных альфа-аминокислот. Также белки называются протеинами. Протеины с греческого в переводе означают главный, важный. А теперь обратите внимание на экран. Здесь вам указаны функции, выполняемые белками в организме человека. Функциональное деление – структурное. Функция какая? Строительный материал клеток. Транспортное – переносит различные вещества. Защитное – обезвреживает посторонние вещества. Энергетический источник – обеспечивает организм энергией. Каталитическое – ускоряет химические реакции, протекающие в организме. Сокращающее – выполняет все движения, характерные для организма клеток. Регулирующее – упорядочивает обменные процессы. Элементарный состав белков. Белок состоит от 50 до 52 процентов углерода, от 21 до 24 процентов кислорода, от 15 до 17 процентов азота, от 6 до 8 процентов водорода и от 0 до 2 процентов серы. По сухому остатку в мышце состоит белок 80 процентов, в сердце 60 процентов, в печени 72 процента, в лёгких и селезёнки от 80 до 82 процентов. Состав белков входит до 20 альфа-аминокислот. Общая формула – RCHNH2COOH. В состав радикалов альфа-аминокислот, образующих белков, входят различные кольца и функциональные группы с открытой и замкнутой цепью. Количество остатков альфа-аминокислот в молекулах белков различно, иногда доходит до нескольких тысяч. А теперь посмотрим образование белков. Белки имеют четыре структуры – первичную, вторичную, третичную и четвертичную. Давайте посмотрим видео с последовательностью белков. Аминокислоты могут соединяться друг с другом посредством пептидных связей, образуя длинные цепи. Соединение принято классифицировать как полипептид, если оно содержит не более ста молекул аминокислот. Однако, если оно состоит из большего числа молекул аминокислот, то классифицируется как белок. Молекула белка может состоять из тысяч молекул аминокислот. Первичная структура белка – это последовательность соединения различных аминокислотных остатков полипептидной цепи. Остатки сотен, тысяч, миллионов альфа-аминокислот, составляющих белок, соединяются друг с другом в пептидную связь, образуя полипептид. Первичная структура описывает последовательность аминокислот в молекуле белка. Как принято, последовательность в молекуле записывается слева направо, начиная с N-терминальной и заканчивая C-терминальной аминокислотой. Фрагменты аминокислоты, как правило, представлены общепринятыми сокращениями из трех букв. Глюкогон представляет собой полипептидный гормон, поддерживающий постоянный уровень глюкозы в крови. Первичная структура данного соединения показывает, что полипептид образован из 29 аминокислот, объединенных в последовательности, которая отображена на экране. N-терминальной аминокислотой является гистидин, тогда как C-терминальная – трианин. Можно ожидать, что изоэлектрическая точка этого соединения будет близка к шести, поскольку в боковых цепях молекулы содержится одинаковое количество фрагментов аминокислоты с кислотными группами в виде основных групп. Вторичная структура белков. Полипептидная цепь может принимать определенную конформацию, которая фиксируется водородными связями между амидными группами. Это вторичная структура белков. Один из ее вариантов – альфа-спираль. Эту модель предложил американский ученый Полинг в 1951 году. А теперь давайте рассмотрим видео образования вторичной структуры белка. Неподеленная пара электронов атома азота в пептидной связи частично делокализована относительно карбонильной группы. В результате связь углерод-азот имеет некоторые характеристики двойной связи. Все углы приблизительно равны 120 градусам, и все шесть атомов вокруг пептидной связи лежат в одной плоскости. С другой стороны, SP3-гибридизация атомов альфа-углерода позволяет свободно вращаться вокруг связей. По этой причине можно представить полипептидную молекулу как последовательность жестких плоских амидных групп, объединенных в точках вращения атомами альфа-углерода, которая образует гибкую цепь. Следовательно, полипептидная цепь гибкая и может принимать различные формы. Пептидные связи регулярно повторяются в полипептидной цепи. Гибкость цепи позволяет образовывать водородные связи между СО-карбонильной группой одной пептидной связи и НН-группой другой пептидной связи через каждые четыре аминокислотных звена. В результате полипептидная молекула складывается в регулярную спиральную структуру, называемую альфа-спиралью. Альфа-спираль является одним из основных способов фолдинга, то есть сворачивания полипептидной цепи, которая встречается во многих белках. Две амидные группы пептида могут взаимодействовать с помощью водородной связи, включающей карбонильный атом кислорода одной пептидной связи и атом водорода, связанного с азотом другой пептидной связи. Трехмерная структура, полученная в результате таких взаимодействий, называется вторичной структурой. Водородные связи также могут образовываться между удлиненными пептидными цепями, идущими параллельно друг к другу, но в противоположных направлениях. В результате этого образуется плоская сложенная структура, в которой пептидные связи лежат в одной плоскости, тогда как боковые цепи находятся над плоскостью. Данный тип фолдинга называется бета-складчатый лист. Для реализации биологических процессов в спирали молекул белка взаимодействуют друг с другом за счет межмолекулярных водородных связей. Дисульфидных мостиков, электростатистических сил, концовых групп образуют третичную структуру белков. Полипептидная связь, имеющая ту или иную и вторичную структуру, может приобретать еще одну форму упорядочения – третичная структура белка. Рассмотрим третичную структуру белка на видео. Функциональные группы, содержащиеся в боковых цепях аминокислот, могут взаимодействовать с другими группами в другой части молекулы. Эти взаимодействия приводят к последующему изгибу полипептидной цепи и образованию конечной формы молекулы белка. Например, ионизированная карбоксильная группа глутаминовой кислоты может взаимодействовать с положительно заряженным аммоний-катионом лизина, образуя своего рода ионную связь, называемую солевым мостиком. SH-группа молекулы цистеина может вступать в реакцию с другой молекулой цистеина, образуя кавалентный дисульфидный мостик. Полярные группы в боковых цепях могут взаимодействовать через водородные связи. С другой стороны, неполярные гидрофобные группы также могут объединяться в белковых молекулах, которые в основном гидрофильные. Фактическая трехмерная форма белковой молекулы является результатом всех этих взаимодействий. Она называется третичной структурой белка. Макромолекула белка, состоящая из двух или более полипептидных цепей, представляет четвертичную структуру. Четвертичная структура некоторых белков образуется за счет объединения нескольких полимеров полипептидных цепей в сложные комплексы. Например, гемоглобин – сложный комплекс, состоящий из четырех полипептидных цепей, в состав каждой из которых входит 141 аминокислоты, а также небелковые части гемы, содержащего атом железа. Лишь при такой структуре гемоглобин может приносить кислород. А теперь давайте перейдем к нашей практической части нашего урока. Я предлагаю вам заполнить таблицу характеристику четырех структур белковых молекул. Вы пишете описание структуры и вид связи. По окончанию работы вы можете проверить правильный вариант. И на этом наш урок закончен. До свидания. Увидимся на следующем уроке.